Вода в населенные пункты Солонежинского района хлынула с гор. Сотни жилых домов оказались затоплены. Серьезно пострадала инфраструктура, размыло шесть мостов. Многие лишились домашнего скота. У одних утонули свиньи, у других погибла птица. Со стихией по-настоящему сложно бороться, даже когда она прогнозируется. Но поводок в Солонежинском районе был по-настоящему неожиданным и внезапным. И мы видели, как люди помогали друг другу, потому что в эти моменты важна действительно важна быстрая реакция. И несмотря на то, что вода сегодня ушла, но проблемы остались. И на решение этих проблем понадобится достаточно большое количество времени. Сегодня Александр Прокопьев приехал в Солонежинский район. Депутат Государственной Думы встретился с людьми, которые пострадали во время паводка и лично вручил им продуктовые наборы. Дом Валентины Ивановны пострадал больше всех. Женщина даже не поняла, как, спасаясь от большой воды, оказалась на печке. А вот многодетную семью Ардашевых глубокой ночью разбудил сосед. Вода подступала к их дому со всех сторон. Мы из бухты-барахты побежали скотину спасать. Но пока скотину перегоняли, все это дело, и домой уже зайти невозможно было. Сейчас Ардашевы живут у родственников. Ночевать в оцаревшем доме просто невозможно. С ремонтом глава многодетной семьи надеется управиться к концу лета. Сейчас пострадавшие от первой волны паводка ждут компенсаций, чтобы начать восстанавливать свои дома. Несмотря на то, что большая вода ушла, проблемы остались. Работы предстоит немало, и в одиночку людям не справиться. Напомним, фонд Александра Прокопьева уже оказывал помощь тем, кто попал в зону подтопления. В район привезли бутилированную воду, дезинфицирующие средства, подушки, теплые одеяла, матрасы. А в Бийске комплексный центр социального обслуживания населения были переданы продукты питания и другая гуманитарная помощь. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни.